Дорогие коллеги, у нас, я напоминаю, сегодня юбилейный совет в честь юбилея дорогого нам всем человека и одновременно это семинар. Недавно вот у нас появился семинар, третий по счету, да, если я не ошибаюсь, семинар имени Крепса и наш совет сегодня посвящен тоже памяти этого человека. Очень многие здесь сидящие его хорошо знали, вот про себя могу сказать, что я видел, не имел связи с ним разговаривать, к сожалению, но один раз видел на учебном совете, я вот когда еще был студентом, и вот хотя бы так с ним пересекся. А вскоре после этого он уже ушел из жизни, но этот человек очень много сделал для нашего института, у него на это было время, он много лет был директором института, он оставил память и вот в том духе, о котором сегодня говорилось, и вполне материальный, в развитии института, института, института в наших тематиках и, конечно, в наших сердцах. И вот я сегодня хочу представить, у нас будет два доклада, один посвященный Гариму Германову Парновой, так сказать, вот, удивительной семье, в которой вырос Евгений Михайлович, и второй, Виктор Сависович Гвардовского, это личные впечатления от общения с Евгением Михайловичем. Рима Германова Парновой, тогда вы можете переговорить. Спасибо. 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 Дорогие друзья, я все-таки вижу в зале молодые лица, хотя не так много, как хотелось. Поэтому я думаю, что молодая часть аудитории весьма смутно представляет, о ком же мы сегодня будем говорить. Но, знаете, несколько лет назад вместе с Михаилом Леонидовичем и Денисом Борисовичем мы читали курс лекций в Политеринском институте молекулярной физиологии. Я на своей лекции упомянула имя Крепса и спросила, известно ли им оно. Но они мне с обидой сказали, ну кто ж не знает, он открыл цикл трикарбоновых кислот. В общем, это не тот Крепс. Тот немецкий Крепс. А вот это на фотографии, с которой я начинаю свою презентацию, это наш Крепс. Вы знаете, может быть, нам вычащит свет. Будьте добры. Ой, да, вот так будет лучше. Вы знаете, все-таки я хочу, прежде чем приступить, собственно, к теме, о чем я хочу вам сказать, а это в основном рассчитано уже на более продвинутую аудиторию, которая к теме, что называется. Я все-таки опять-таки обращаюсь к молодежи. Хочу все-таки немножко обрисовать этого человека, о котором мы сегодня будем говорить. Это совершенно выдающаяся, уникальная личность. Это выдающийся ученый, физиолог и биохимик, который много очень спел, как директор нашего инструктора. В течение 15 лет он был директором. Это был человек, в общем-то, в какой-то степени обласканный судьбой, потому что он родился в прекрасной семье, он получил великолепное образование, он имел таких учителей в своей научной жизни, о которых можно только мечтать. Это Иван Петрович Павлов и Иоанн Абгарович Арбелев. Он обладал феноменальной памятью, прекрасной способностью учиться, великолепными организаторскими способностями. И этот человек был прекрасно физически сложен, спортивен. Вот я обращаюсь, это фотография где-то Евгения Михайловича здесь лет 30, вот я обращаюсь к женской части аудитории, найти здесь самый красивый мужчина. Это, конечно, наш Евгений Михайлович сидит в нижнем ряду, третий справа. Тем не менее, он прожил невероятно яркую, интересную жизнь. По его биографии, наверное, можно было бы снять сериал и показывать его на центральных каналах. Но человек вот такого склада, обладающего невероятной жизненной энергией, вот это, наверное, главное отличительное качество Евгения Михайловича, это его невероятная жизненная энергия, колоссальное жизнелюбие. Кроме того, великолепные человеческие качества, прекрасное отношение к людям. Ну, об этом можно говорить долго, и, может быть, Виктор Исаевич об этом скажет. Но, кстати, он пережил таким людям, судьба часто испытывает их чрезвычайно жестко. И Евгений Михайлович был не один раз в своей жизни буквально на волосок от гибели, и только его невероятная воля и жизнелюбие вообще поднимали его и к удивлению всех окружающих. Ну, а вот теперь я хочу перейти, собственно говоря, к тому, о чем я хочу вам сегодня рассказать. Вы знаете, идея моего, вот этого выступления, родилась довольно неожиданно. На просторах интернета я набрела на книжку, которая называется «Гражданин Лапландии». И написана она, вот слева обложка этой книги, написана она была Валерием Берлиным. Это мурманский крыевец, журналист, писатель, который впервые в 85-м году вышло издание книги, посвященная старшему брату Евгению Михайловичу, Германию Михайловичу Крымсу. Он был старше его на три года. Книжка «Первое издание» вышла в 85-м году, и Евгений Михайлович тоже участвовал в ее написании. Три года назад в Мурманске, а там вообще, как я уже знаю, на периферии везде очень активные крыеведы, они праздновали 120 лет со дня рождения Германа Михайловича Крымса. Этого человека там знают, помнят, любят. И Валерий Берлин выпустил следующее издание своей книги, дополненное многими фотографиями. К сожалению, я не смогла разыскать этого человека. Я надеюсь, что он жив и здоров, хотя, так, судя по всему, уже ему лет немного. Но я буду пользоваться, буду показывать вам фотографии, и пользоваться материалами, которые я взяла во многом из этой книги. Книга очень интересная. Значит, Германа Михайлович Крымс, русский ботаник, зоолог, этнограф, путешественник, исследователь русского севера. И когда я прочитала эту книгу, не отрываясь, то, вы знаете, мне стало очень много понятно в жизни и в научном направлении Евгения Михайловича, почему все так получилось. Вот, вы знаете, помимо того, что Евгений Михайлович был директором института, он руководил огромной лабораторией, которая располагалась на третьем этаже, в которой было примерно 25 человек сотрудников, и все, так сказать, как муравейники, непрерывно что-то экстрагировали, препарировали, гомогенизировали, перегоняли, разделяли и так далее. Все, так сказать, это сводилось, направлялось в мозговой центр, которым был Евгений Михайлович. И вот из числа присутствующих в зале, вот Марина Александровна Чеботарева, рядом с Николаем Петровичем есть Людмила Нахмановна Абрамова, которая долгие годы работала в лаборатории, была близка с семьей, Евгения Михайловича, наверное, много могла бы рассказать. Ну и Наталья Федоровна Абрамова, конечно, которая тогда была Наташей, занималась самыми сложнейшими группами липидов, а вся лаборатория занималась увеличением липидов в мозг, да? И Наталья Федоровна потом возглавила лабораторию уже после смерти Евгения Михайловича. Ну и я тоже из числа присутствующих, я была последней аспиранткой Евгения Михайловича. И вы знаете, оценивая работу этой лаборатории, я хочу сказать, что эти работы носили совершенно беспрецедентный характер. Ни до, ни после я не видела ничего подобного. Было исследовано 130 видов рыб, различные представители млекопитающих, амфибий, других беспожвоночных. И после того, как я прочитала эту книгу и еще раз более внимательно прочитала воспоминания Евгения Михайловича, книжка о прожитом и пережитом, то мне стало понятно, почему, собственно говоря, исследования шли в таком направлении. Ну, давайте вернемся. Ну вот, смотрите, не могу вам не показать, конечно, фотографии родителей Евгения Михайловича. Анна Германовна Крэпс, вообще имя Герман было популярно, как я поняла, в семье Крэпс. Обратите внимание, что это живописный портрет, который висел в столовой. Михаил Львович Крэпс, который был известным в Санкт-Петербурге урологом и лечил многих аристократов, высокопоставленных людей. Семья по тем временам была очень обеспеченной. И фотография маленького Германа, но фотографии Евгения Михайловича я не нашла в детском возрасте. Вот еще одна фотография родителей, уже в значительно более старшем возрасте. Мне кажется, что Евгений Михайлович похож на мать. Вот, ну вот еще одна фотография, уже 33-й год, тоже вот такие вот два сестричка, мама и папа. Вот. Значит, дети получили, в семье было четверо детей, и дети получили прекрасное домашнее образование, как вообще было принято в любой интеллективной семье в Петербурге. И оба брата обучались в Кеншевском училище. Об этом не буду говорить подробно, все прекрасно знаете, что это было за прекрасное учебное заведение. Скажу только такую вещь, что, ну, вы знаете, что в этом здании сейчас находится учебный театр нашей театральной академии. И очень приятно видеть, что там висит фотография Евгения Михайловича вместе с другими известными выпускниками училища. И краткие, краткие о нем сведения. Так что, кто бывает в театре, обратите внимание, что там наш Крэпс присутствует. В доме была огромная библиотека. И Герман, и Евгений очень много читали. Но так бывает, знаете, что некоторые книги, и каждый, наверное, из своей жизни тоже может про такие книги вспомнить, которые, прочитав, имели на тебя огромное влияние и в какой-то степени определили твою дальнейшую судьбу. Вот для братьев Крэпсов таких книг, ну, я могу выделить, такие книги две. Наверное, их было гораздо больше. Первая – это Типлинг «Книга джунглей». Вот эта книга, я знаю, что Евгений Михайлович всю свою жизнь страшно любил Типлинга, а Герман Михайлович просто говорил, что несчастен тот, кто не читал книгу «Джунглей». И вторая книга – это книга Михаила Пришлина «В краю непуганных птиц». Собственно, Пришлин, она называется еще «Очерки выгодского края», Пришлин путешествовал по русскому северу, по Аланетскому краю, где он действительно увидел непуганных птиц, и эта книга – это записки путешественника. Насчитавшись другой приключенческой географической литературой, братья совершенно заболели вообще путешествиями. И надо же было так случиться. А вот это дом семьи Крэпшев на Демидовом переулке, вот я красным квадратиком выдела строчку в адресной книге, сейчас переулок называется «Древцово». Вот в этом доме семья занимала квартиру, и жила, и родители там жили, как я понимаю, до своей смерти. Ну, после революции она стала, естественно, коммунальной, их в одну комнату, так сказать, притеснили, как это обычно бывало. Вот, но и надо же было так случиться, что рядом, буквально вот спина к спине, когда мальчики были маленькими, было построено прекрасное здание для русского географического общества, которое существовало давно, с 1745 года, но было прекрасное, красивое здание построено, куда переехало русское географическое общество, оно там и по сей день существует. И поскольку семья Крепсов была открыта для гостей, то, так сказать, те путешественники, которые выступали с докладами в географическом обществе, часто приходили к ним домой, и мальчики сидя, раскрыв рот, значит, слушали рассказы о дальних странствиях и путешествиях. Удивительно, что, ну вот согласитесь, что уролог не самая романтическая профессия, и, тем не менее, вот мальчики воспитались вот в таком духе. Ну, а дальше, после окончания Крепсовского училища, их путешествий разошлись. Герман в 2014 году поступил в Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесовоза. Это вообще очень известное, замечательное учебное заведение, которое до этого находилось под Варшавой, и огромную роль в его организации играл Докучаев, наш известный почвовец, но когда началась Первая мировая война, то это учебное заведение перевели в Харьков. Туда решает поступить Герман Михайлович, потому что он решил стать агрономом, и кроме того, там, вот в этой, в агрономической школе, там преподавалась география. На самом деле, никаких еще географических высших учебных заведений тогда не существовало. Поэтому этим может быть объяснен его выбор. Хотя он пошел против воли отца. Естественно, отец, как любой отец, хотел, чтобы дети имели кусок хлеба, и считая, что профессия врача всегда их прокормит. Но Герман осушился отца, а Евгений Михайлович оказался-таки в 16-м году слушателем императорской военной медицинской академии, как она тогда называлась. Но как он отнесся к тому, что он там оказался, я не знаю, потому что документы туда унес его отец, пока молодой Евгений отдыхал с мамой и с младшим братом и сестрой в Крыму. Ну, короче говоря, он был поставлен перед фактом своим отцом, что он слушатель военной медицинской академии. Ну, наверное, все, что не делается, все к лучшему. Хотя мечтал он на самом деле стать зоологом и изучать морских птиц. Вот это была его детская мечта. Значит, дальше жизнь братьев, мало того, что они были очень дружны в детстве, и старший брат, естественно, оказывал на него очень серьезное влияние, Евгений всюду следовал за своим старшим братом. Значит, сейчас в этом агрономическом институте Германа посылали каждое лето куда-нибудь на практику. Евгений всюду ездил за ним, будучи еще школьником. Я забыла сказать еще такую вещь, что мальчиков воспитывали вообще по современным меркам очень свободно и так весьма своеобразно. Ну, скажем, молодой Женя, маленький Женя, 9-летний, на день рождения, когда ему исполнялось 9 лет, выпросил себе мелкокалиберную винтовку. А Герман уже в 12-летнем возрасте был прекрасным стрелком. И мальчиков они снимали, то ли снимали, то ли имели дачу, где-то на Карельском перешеке. И мальчики путешествовали на лодке, имея оружие, ходили по лесам, бродили, в общем, были предоставлены совершенно сами себе и наслаждались, чувствовали себя следопытами и путешественниками. И на все практики, которые проходил Герман, туда, в летние каникулы, будучи еще школьником, приезжал Евгений. Вот, например, Бузулупский бор, это такое совершенно уникальное природное явление. Вот это, да? Да, вот посмотрите, значит, вот Бузулуп между Самарой и Оренбургом. В общем-то, здесь абсолютные степи, но в этой части находятся огромные лесные массивы, заповедник настоящей тайги. Но там, значит, очень сильно вредил мальчик жук. И Германа посылают туда справиться как-то с этой проблемой, выяснить, что можно сделать, какие можно меры принять. С ним приезжает Евгений. Молодой человек, отличающийся прекрасной физической силой, и там она ему очень пригодилась, они вместе, значит, выкапывают этих личинок мальчиков, подсчитывают их численность, ходят на охоту, совершают разные поездки, экскурсии и так далее. На следующий год Герман проходит практику под Харьковом, туда опять приезжает Евгений. В общем, он всюду следует за ним, как и за своей путеводной звездой. Значит, в 20-м году сбывается мечта Германа, и он приезжает в Лапландию. Его назначают руководителем агрономической службы почвенно-ботанического отряда Мурманской железной дороги. Что это за должность, и чем она была для него интересна? Значит, он, железная дорога как бы уже была. В это время она была успешно построена во время Первой мировой войны, из Петербурга до Мурманска, но она была в очень плохом состоянии, и часто пассажирам приходилось выходить из поезда и чинить, значит, эти пути, по которым должен был идти поезд. И, соответственно, дорогу нужно было менять, а для этого сначала высылают туда вот такие вот агрономические службы, которые должны понять, как должна проходить дорога. Дальше. 22-й год. Первый организаторский успех Германа Крепса открыт опытный сельскохозяйственный пункт. Это вообще был первый опыт такого рационального научного агрономии на Крайнем Севере. И вот в 31-м году был вот этот Хибинский сельскохозяйственный пункт был реорганизован в полярную опытную станцию Союзного института растений и водства, который и до сих пор там существует. То есть под руководством Крепса стали получать урожай картофеля, других культур. Но этого Германа Крепса, конечно, мало. Вы знаете, он приехал на Кольский полуостров, я бы сказала, с чувством, вот с тем самым детским чувством путешественника и хозяина этого края. Вот скажу, может быть, такую парадоксальную вещь, но символом к этому послужила революция. Вот, знаете, лозунг «Земля крестьянам, фабрики рабочих в рабочем мир народам» она, в общем-то, в огромной части трудовой интеллигенции пробудила невероятный энтузиазм преобразования страны. Они были окрылены верой в построение нового общества и с энтузиазмом кинулись вообще выполнять тажды на своем пути, кто на каком стоял, те задачи, которые они видели перед собой. И Герман приехал в Лапландию на Кольский полуостров, собственно говоря, как хозяин, именно с таким чувством. И он занимается, начинает заниматься там абсолютно всем. Вот я здесь, мы как в семейном альбоме, в общем, перелистаем многие фотографии, которые я подобрала. Вы знаете, человек этот был уникальный. Вот представляете, прожив детство в обеспеченной интеллигентной квартире в центре Петербурга, он приезжает в Заполярье, вообще в такое место, где обычному человеку, ну, можно разве что на экскурсию приехать в теплое время года, он там начинает чувствовать себя как дома. Он оказывается абсолютно лесным человеком. Когда он приезжает в Ленинград, он начинает здесь заболевать, ему здесь плохо. И даже когда он ходит по Ленинграду, он все равно приезжает в своей одежде, в которой он, так сказать, обычно там бывал на Кольском полуострове с большим ножом, с рюкзаком, вызывая изумление окружающих. Он прекрасно себя чувствует в лесу, в тундре, в сопках. И, собственно, вот это была легендарная личность, и его абсолютно все знали на всем участке Мурманской железной дороги от Кандалакши до Колы. Он был вхож в каждый саамский дом, знал каждого местного жителя. И, собственно говоря, Лапландия стала для него просто родным домом. Он занимается... Он, может быть... Он, конечно, был не первый человек, который как географ начал обследовать Лапландию и самые не исследованные части Кольского полуострова. Но он был первым человеком, который озаботился охраной природы этого края. К тому времени, к 20-м годам, уже стояли очень остро проблемы охраны этого края и исчезновения многих животных. Скажем, в конце 19-го века был истреблен последний бубр на Кольском полуострове. Герман Михайлович занимается акклиматизацией бобра. Вот он как раз сидит здесь, на стволе с пиленным бобром. Он занимается попыткой акклиматизировать андатру, охраной других животных. Но главная его забота была это сохранение популяции дикого северного оленя. На самом деле он был в значительной степени истреблен и предприняв большую экспозицию на оленях упряжках в течение нескольких дней по самым необитаемым участкам тундры, он подсчитывал эту популяцию диких оленей, насчитав всего 85 штук. И со свойственной ему тоже невероятной энергией он начинает пробивать московские коридоры, выступает в зоологическом институте, в Академии наук для того, чтобы защитить дикого оленя, которого истребляли сами же местные жители, потому что дикие оленя, они мешали одомашненным, пастбищным. Вот, и собственно говоря, эта работа, вот это фотографии Германа Крепса, мало-то он еще занимался и как этнограф изучением быта, саамов, лапарей, много ездил, фотографировал. Вот, и с 17 января 1930 года было принято постановление Ленинградским областполкомом об организации заповедника Лапландского заповедника, первого самого северного на нашей планете. И первым директором заповедника назначается Герман Крепс. Вот здесь помечена область, площадь, которую занимает этот заповедник, и главная цель Лапландского заповедника была сохранение популяции дикого северного оленя и всего географического ландшафта в естественной неприкосновенности. С 1923 года Герман Крепс, научный сотрудник Мурманской биологической станции Петербургского общества естествоиспытателей. На этой станции он проводит самые разные работы, все это у него происходит параллельно с его массой других интересов. Вот научные статьи, которые он публикует в материалах этой станции. Путешествие в Среднюю Лапландию в марте 1923 года. О состоянии льдов в горле Белого моря весной 1924 года. А вот летом 1921 года опять к своему брату приезжает Евгений и попадает в Александровск на Мурманскую биологическую станцию. Ну, как он туда попал, он приехал туда не прямо, там была некоторая история, но тем не менее он туда попал. И вот что пишет Евгений Михайлович. «Океан, бухты, прозрачная вода, дно, усеянное морскими животными, богатство птиц на воде и по берегам, все свело меня с ума. Я сразу решил, вот место, где мне надо жить и работать». Мурманская станция определила весь дальнейший мой научный путь. С 1923 года Евгений Михайлович становится руководителем лаборатории сравнительной физиологии. Как это произошло? Вот он решил, это место, где мне надо жить и работать. Но он в это время работает в лаборатории Ивана Петровича Павлова в Вене-Медицинской академии. Он приходит к Иване Петровиче Павловой и говорит, что вот и рассказывает ему о Мурманской станции, о том, что он хотел бы там работать. Иван Петрович Павлов был, конечно, удивительно мудрый человек. Представьте себе, среди вас тоже есть много заведующих с лабораториями. К вам приходит сотрудник и говорит, что он хочет работать в другом месте. Мало того, что Иван Петрович Павлов его отпускает, он еще помогает ему организовать новую лабораторию. Это было не так просто, потому что тогда Петербургское общество испытателей возглавлялось с Дерюгином. Дерюгин был чистый зоолог, он не хотел такое физиологизировать биостанцию. И тогда Евгения Михайловича пришла в голову мысль, что, наверное, Дерюгину стоит встретиться с Иваном Петровичем Павловым, авторитет, который он непререкаемый. Так действительно и произошло, Иван Петрович Павлов сказал ему о своем сотруднике, о возможности создать такую лабораторию. И Дерюгин, конечно, согласился. В 1923 году была создана лаборатория сравнительной физиологии. И Евгений Михайлович начинает параллельно работать. Все каникулы, все свободное время он проводит на Мурманской станции. Там находится, безусловно, его душа. Ну, остальное время он проводит, оставшееся время он проводит еще в лаборатории Ивана Петровича Павлова. Вот, может быть, я скажу крамольную вещь, но при всем огромном уважении Евгения Михайловича к Ивану Петровичу Павлову, он это подчеркивал всю свою жизнь, мне создалось такое впечатление, что все-таки это было, может быть, ему все-таки было скучно в пенах лабораторий вот с собаками изучать вот условные рефлексы, а его тянуло, конечно, в мир, на природу, поэтому Мурманская станция. А Иван Петрович Павлов, так сказать, благословил его на это, изучать условные рефлексы у низших животных. И Евгений Михайлович сказал, что, конечно, это лучшее место, но Иван Петрович посетовал, что, может быть, и тут в Петербурге можно как-то с низшими животными. Но Евгений Михайлович сказал, что нет, хочу туда. И, в общем, благословение Ивана Петровича Павлова, что это состоялось. Ну, вы знаете, я немножко подробнее хочу рассказать об этой биостанции, именно потому что это самые счастливые годы обоих братьев, и Евгений Михайлович в первую очередь, и, как я уже сказала, что работа на этой биостанции определила всю его дальнейшую научную судьбу и научные интересы. Станция, вот у меня кружком обведено, находилась она буквально на краже света. Чем был привлекателен Мурманский берег? Он не замерзает. Поэтому история возникновения этой биостанции непосредственно связана вообще с возникновением города Александровска на Мурмане. Значит, Архангельский губернии очень повезло с губернатором. Им был Александр Платонович Ингельгард, это представитель известной дворянской фамилии, очень много сделавшей для России. Он был губернатором с 1993 по 1901 год. И, собственно говоря, еще после наших неудач в Крымской войне в 1954-1966 году, еще Александром Вторым было принято решение о том, что необходимо создавать спорт на Мурманском Кабережье. Дальше Александр Третий тоже как бы поддержал эту идею и создание военного и промышленного порта на Мурманском Кабережье, потому что в случае военных действий наш флот мог бы оказаться запертым в Балтийском и Черном море, а Баренцево море давало возможность свободного выхода нашего флота в океан. И в 1894 году под руководством министра финансов ВИТЭ была организована большая правительственная экспедиция, которая обследовала Мурманский берег, так сказать, курировал ее, естественно, Ингельгард всю эту поездку. И они выбрали город Александров для строительства, ну, правда, на военный порт, видимо, средств не хватило, решили строить промышленный торговый порт. И, как заключил Виктор в своем отчете об этой поездке, что лучшее место для строительства порта, чем Екатериненская гавань, не найти на всем Мурманском побережье. Поэтому в 1996 году был заложен город Александровск на Мурмане, Александровск в память честь Александра III. И Александр Платон Ченгергард начал мощную деятельность по строительству города. И буквально за 3-4 года были построены причалы, дороги, проведен телеграф, построены дома, больницы, школа. Ну, и в 1999 году, в этот год рождения Евгения Михайловича, состоялось торжественное открытие этого города Александровска на Мурмане. Туда приезжал великий князь Владимир Александрович Романов и многие представители верхов российских. Ну, и как всегда, в те времена торжественное открытие города это было освещение собора. Вот на этих фотографиях как раз освещение Свято-Никольского собора. И за несколько дней до открытия города туда со своим имуществом приезжает биологическая станция. Она, ну, вот это вид Александровска на Мурмане. Так он выглядел где-то через год. Значит, смотрите, первая биологическая станция располагалась на Соловецких островах. Руководил ей такой крупный зоолог Вагнер. И Соловецкий монастырь всячески поддерживал покровительство о работе биостанции. Но в 99-м году сменился настоятель монастыря, который вошел в конфликт с зоологами, потому что они не посещали богослужения. И, собственно говоря, им было велено браться в освоясье. На биостанцию приехал Константин Михайлович Дирюгин, тогда еще студент, а в будущем наш известный гидробиолог, основатель кафедры гидробиологии университетской. И с небольшим количеством помощников он погрузил нехитрый скарб в все биостанции. И водным путем они, значит, отправились в Александровск. И приехали туда со всем скарбом биостанции буквально за несколько дней до открытия Александровска. Ну, сначала, как водится, подходящего здания не было, их поместили в какую-то недостроенную школу, но уже через несколько лет биостанция отстроилась. Ну, вот тут некоторые фотографии из всяких исторических архивов, как вообще выглядит вот этот скарь света, где была эта биостанция, Екатериненская гавань. Значит, вот это здесь, вот на этой фотографии, это судно Александр Ковалевский, которым располагала в то время биостанция. Ну, вот еще одни фотографии. Вот, значит, с 1908 года до закрытия станции в 1933 году директором биостанции был Герман Августович Клюге. Это тоже такой уникальный человек, крупный зоолог, специалист по мшанкам. Он возглавил биостанцию в 1908 году, и при нем биостанция получила самый настоящий расцвет. Было построено новое здание, было приобретено оборудование, сделаны морские аквариумы, куплены насосы для поддержания института структуры. Было приобретено исследовательские суда. И... Клюге был немец по рождению, и в силу вот такой, наверное, национальной черты, это был человек великолепной организованности, и он был прекрасным директором и великолепным ученым. Станция пережила очень трудные времена, когда началась война, то сначала здание станции заняло морское ведомство, а потом два года там была английская интервенция. И, ну, в честь англичан, надо сказать, что они не разгромили, не разорили биостанцию, но предлагали Клюге купить коллекции морских животных, которые были на биостанции, и самому ему даже переехать в Англию, но он не согласился. И до 2020 года вообще не было никакой связи с биостанцией, когда он в 2020 году, когда появилось сообщение, появился в Ленинграде, то в университете, то коллеги вообще удивились, что он жив, потому что думали, что уже ни Клюге нет в живых, ни биостанции. Все эти годы он жил там только со своей семьей, и охранял имущество биостанции, и, собственно говоря, ее сохранил. И что пишет об этой биостанции Евгений Михайлович? Годы моей работы совпали с годами расцвета ее деятельности. И ни на одной морской станции не работалось так хорошо, как на Мурманске. Я посещала зарубежные морские биологические станции, в том числе такие знаменитые, как Неаполитанская, станцию в Роскове, Марсельскую станцию, Антум-Плимутскую и другие морские станции в Англии, Трандемскую в Норвегии и другие. Но я нигде не видела таких исключительных условий для работы, какие были у нас на Мурманской биологической станции. Вот, знаете, я думаю, что вот, с моей точки зрения, это была лучшая биостанция вообще на Севере. И успех ее деятельности связан, на мой взгляд, с несколькими причинами. Во-первых, вот мудрое, четкое руководство. Клюге был человек старой формации. Он работал на многочисленных зарубежных станциях. Когда он стал директором в 1908 году, его командировали посетить все биологические станции Дании, Норвегии и Швеции. Он все объехал, изучил их опыт и внедрил его на биостанции. Второе, это, конечно, вот этот энтузиазм молодежи, который присутствовал, о котором я уже говорила в связи с Германом Крэдсом. Третье, это, вы знаете, парадоксально, но была хорошая финансирование в 20-е годы. То есть наука в те годы поддерживалась. И вот благодаря этим факторам биостанция процветала. Ну вот здесь некоторые фотографии на биостанции была прекрасная научная библиотека, музей, ученый совет функционировал. Там был устав биостанции, туда приезжали, там был штаб постоянных сотрудников, и каждое лето туда из Москвы, Петербурга, Казани, Харькова, других городов приезжали ученые и студенты для проведения практик. Ну вот тут просто такая подборка фотографий, которая показывает дух этой станции. Об этом пишут и Евгений Михайлович, и Нина Абрамовна Граждинская, которая работала сам в начале создания лаборатории, работала вот с Евгением Михайловичем в лаборатории сравнительной физиологии. Я не смогла здесь найти ни одного, ни другого крыльца, но мелкие лица, может быть, они тут и есть. Станция жила очень весело, а вот эта молодая Нина Абрамовна Граждинская со своей дочерью Мариной, которая родилась там же в Александровске. Значит, Евгений Михайлович страстно любил море, все вы это хорошо знаете. И вот в 1926 году морская Мурманская биологическая станция слилась с океанографическим институтом, который тоже был на Кольском полуострове. Они вошли в общую структуру, и станция, помимо чисто вот таких зоологических исследований, стала участвовать в такой международной программе по изучению разреза «Кольский меридиан». Это программа, в которую входил Советский Союз, международная программа, которая была очень важна вообще для изучения морей и океанов. Что это такое, вот этот разрез? Это вот тут пунктиром обозначенный «Кольский меридиан», это примерно 33 градуса восточной долготы, и вот уже было исследовательское судно Николая Тнепович, которое было специально построено для биостанции в Норвегии. И вот это исследовательское судно делает вот такие вот фиксированные, так сказать, остановки, где идет разбор самого различного материала и информации. Температура, соленость, содержание отдельных веществ в море, делаются драгировки, собираются пробы бентоса, планктонов, все рыбы. Ну, короче говоря, полная-полная подробная карта характеристики вот этой точки Баренцева моря. И биологическая станция участвовала вот и в 33-м вот этом меридиане, и 38-й меридиан. И Евгений Михайлович, как только у него была возможность, он обязательно участвовал в этих рейсах. Это была его такая обязательная работа, и чередовали они часто с Нейной Абрамной в Рыжбинской. Ну, можно только себе представить, в каких тяжелых условиях проводилась эта работа, тем не менее, он был страстным энтузиастом. Вот. Значит, оба брата продолжают работать на биостанции и публикуют свои статьи. Вот каждый год выходит такое издание работы Мурманской биологической станции. Значит, вот слева в красном квадратике Евгений Крэпс «Исследование над газообменом Болианус Кренатус при разной концентрации столей в окружающей среде». Герман Крэпс «Материалы к растительности ландшафтов района озера Имандра». Самое удивительное, что и личная жизнь обоих братьев тоже сложилась чрезвычайно сходно. Ну, оба они женились примерно в одно и то же время на студентках Петербургского университета. Одна была эфтеолог, другая гидробиолог. У меня, к сожалению, я не нашла фотографии молодых девушек. Но брак, и тот, и другой брак продержался очень недолго. Что самое удивительное, что обе жены, а Паина Владимировна Крогиус была женой Германа Михайловича Крэпса, и она стала очень известным эфтеологом, тех, кто бывал на Камчатке, на озере Дальнем. Наверняка с ней встречались и лично ее знали. А Гурьянова, которую все звали Ася, она была студенткой гидробиологом, ученицей Дерюгина, и стала тоже доктором наук, известным российским гидробиологом. Интересно, что обе женщины потом всю свою жизнь провели на Дальнем Востоке, изучая фауну Тихого океана. И любопытно еще то, что продолжительность брака у обоих братьев была примерно одинаковой. Потом они женились вторично, примерно тоже в одно и то же время. И как я тоже понимаю, что примерно тоже на сходном типе женщин, которые легко принимали вторую роль в семье. Потому что про и Фаину Владимировну, и Асю Гурьянову можно сказать такое. Вот Фаина Владимировна пишет в своих письме как раз к Валерию Берлину, что Герман Михайлович был очень интересным человеком. Он мне очень много дал. Но он был очень увлечен Лафландским соповедником. А у меня были ограниченные возможности исследовать биоциноз пресноводных озер. Значит, мне хотелось морской фауны. А что касается Аси Гурьяновой, то здесь Евгений Михайлович вот так очень со свойственным мягким юмором пишет. Это была милая девушка, увлеченная поэзией и своей морской гидробиологией. Вот ключевое слово здесь свое есть. То есть я так понимаю, что это были девушки, которые были страстно увлечены наукой, а мужья у них были, наверное, на втором месте. Ну, что произошло дальше? В 1933 году случилось печальное событие закрытие Мурманской биологической станции. Значит, 5 марта 1933 года в газете «Ленинградская правда» появилась статья «Осиное гнездо». А вообще появление газетной статьи в те времена, это было очень грозным и нехорошим симптомом того, что будет гроза, и она случилась. Чуждая нашему строю, нашим задачам, плеяда бывших, явных врагов советской власти, паразитов и тунеядцев, окопалась на столице в мысе в Полярном, а Полярном так стал называться Александров в 1933 году, пожирая народные деньги и проводя высоконаучную работу. После выхода статьи были арестованы и увезены в Ленинград все руководящие сотрудники станции. А вот 23 июля 1933 года в Александровск приехала большая делегация во главе с Сталином, Молотовым и начальником Ленинградского ГПУ «Медвега», они посетили Мурманскую биологическую станцию, проходили, посмотрели аквариумы без особого интереса, пробыли там минут 15, и после этого станция была закрыта. Уже в августе был повторный арест и уже не только старших сотрудников, но и многих членов экипажов судов и служащих станции, им имплинировалась организация вредительской группы, сорвавшей выполнение плана промысла трести рыб трестом. 11 человек были заключены в концлагерь или отправлены в ссылку. Еще 11 получили сроки условно. Но времена были мягкие, 1933 год, никого не расстреляли. Евгений Михайлович Нина Абрамовна просидела полгода, по-моему, в одиночной камере в результате всех этих пертурбаций. Евгений Михайлович отделался, в общем, очень легко. Ну и кончалась статья, приземленно к тому, что необходимо прежде всего разогнать, окопавши этим в далеком севере, осиное гнездо. Ну и биостанция была закрыта. Ну, что было делать Евгению Михайловичу? Ну, а он, надо сказать, за год до этого, поговорив с Арбели, демобилизовался из военной медицинской академии и окончательно из нее ушел. Леон Абрамович его мягко предупреждал, что, может быть, не стоит вам этого делать. Военная медицинская академия дает вам все-таки стабильность. У нас век перемен, все может, так сказать, измениться. Но Евгений Михайлович его не послушался. И в итоге в 1933 году станция была закрыта. Его опять спасает Арбели. Вместе со всей лабораторией он переводит его в свой отдел в Союзном институте циклентальной медицины. Но Евгений Михайлович не тот человек, который сдается. Хорошо, биостанцию закрыли, давайте делать новую биостанцию. Опять-таки Арбели, который в те годы занимал самые высокие посты в Академии наук и имел очень большие возможности, значит, инициируется новый проект о создании новой биологической станции. И вот в 1936 году была принята рекпедиция, в которую помимо самого Крэца входил архитектор Юмин и сотрудники Ленинградского университета Дерюгин и Гурьянова, она уже бывшая жена к тому времени, они выбрали место для биостанции в Дальних Зеленцах, обследовав весь, собственно говоря, Восточный Мурман и решили, что это самое лучшее место для биостанции, это Дальние Зеленцы. К весне 1937 года проект здания станций и вспомогательных объектов был готов, началось строительство. Еще, казалось бы, Евгений Михайлович был на волне энтузиазма о том, что сейчас будет построена новая биостанция, но случился 1937 год, как вы знаете, что он был арестован и получил пять лет лагерей. Поэтому тема эта для него закрылась. В Дальние Зеленцы он не вернулся. Я не знаю по какой причине, но насколько я знаю, он ни в Дальних Зеленцах, ни больше на Севере никогда не работал. В Дальние Зеленцы, многие из вас, наверное, там были, довольно долго существовало еще как хорошее место для работы. Но то, что я видела сейчас, фотографии интернета, это, конечно, без слез смотреть невозможно. Здания полуразрушенные, ветер катает брошенные банки с реактивами, какие-то там журналы валят. В общем, там жизнь оттуда ушла. Вот. Что же было дальше с Германом Крэпсом? Там тоже все было, к сожалению, не так просто. В 1936 году тоже надвигаются гроза. Его смещают в поста директора заповедника и лишают права ношения оружия. А в 1937-1938 году было организовано так называемое известное Саамское дело. Это, ну, сотрудникам Мурманского НКВД необходимо было тоже показать, что они на себя здесь делали и работают. Поэтому было сфабриковано вот это Саамское дело, по которому было осуждено порядка 70 человек, 15 человек было расстреляно. И среди них, вот здесь фотография Василия Алымова, это ближайший соратник Германа Крэпса, ученый-этнограф Саамов, директор краеведческого музея, руководитель Мурманского комитета Севера, организатор общества изучения Мурманского края. Вот туда входили также Клюге и Крэпс. Ни Клюге, ни Крэпса в это время уже не было, потому что Клюге ему помогли устроиться на зимовку, на новую землю, на полтора года на метеорологическую станцию. И он, ну, людей тогда не искали, нет и нет человека. А Германа Крэпса, сейчас я скажу о Германе Крэпсе на следующей картинке, вот, и был арестован Василий Алымов, вот ближайший друг Германа Крэпса, но сначала как бы было по мелочи, лесные пожары, по делу шалений, но потом дело пошло серьезнее, и уже через 10 дней он признался, что он руководитель контрреволюционной организации, которая ставит цель организацию независимой Саамской республики и вхождение ее в состав Финляндии. Ну, по такой статье, собственно, и пошло вот это Саамское дело. Вот, а что касается Германа, да, и вот смотрите, вот Федор Арщипов на этой фотографии, вот газета «Правда», первая страница газеты «Правда», 1 февраля 1936 года. Вот на этой фотографии «Правда Крэпса» здесь нет, но Федор Арщипов – это ближайший соратник Крэпса по Лапландскому заповеднику, который там остался после отъезда Крэпса, а вот уже на следующий год он тоже был расстрелян по Саамскому делу. А в 1937 году друзья из Московского комитета по охране природы организовали перевод Германа Крэпса в Алтайский заповедник. Он там проработал пару лет, а потом в 1940 году был переведен в Центральный лесной исповедник в Пресской области. Но когда началась война, он эвакуировал экспонаты музея, во время бомбежки был тяжело контужен, и, короче говоря, в 1944 году после вот такой тяжелой болезни он скончался. Вот прошло 30 лет после смерти Германа Крэпса, Евгений Михайлович пишет, а Герман Крэпс просил похоронить его прах в Лапландском заповеднике. И вот Евгений Михайлович пишет письмо директора Лапландского заповедника Хохлову, глубоко уже обожаемый Анатолий Михайлович, просим перезахоронить прах Германа Михайловича Крэпса. Вот удивительный слог был у Евгения Михайловича. Все его, я много читала его, даже деловой переписки, там всегда присутствовала некоторая сердечность. Вот у них такая фраза, все материальные расходы мы охотно возьмем на себя. Вот сейчас бы мы так не написали, мы написали бы оплату гарантируем, или что-нибудь вот такое. Удивительный писал Евгений Михайлович. И, значит, ну, соответственно, конечно, директор согласился. И вот в 78-м году произошло перезахоронение праха Германа Крэпса. Вот слева на фотографии вы видите Евгения Михайловича, Елена Юрьевна, племянник Евгения Михайловича. Слева от Евгения Михайловича вдова Германа Крэпса, и вот вторая жена. И могила Германа Крэпса. Я хочу сказать, что о нем помнят. Там есть дом-музей Крэпса с большой экспозицией. Вот. И последнее, что я хочу сказать. Вот пару лет назад, или год назад, у нас в кабинете ученого секретаря, когда производился ремонт, и, значит, там разбирались бумаги, которые оставались в архивах, мне принесли целую пачку бумаг из архива Крэпса. Я все пересмотрела одно за одно и нашла там удивительное письмо, которое просто меня очень сильно тронуло. Письмо написано в 74-м году. Евгения Михайловича, 75 лет. Дорогие Коля и Женя. Коля – это Николай Иванович Широколубов. Он был рабочим на Мурманской биологической станции. И о нем многие... Юрий Иванович Полянский о нем писал, как о человеке исключительной скромности, честности и высокопрофессионального человека. Он мог вывезти в море в любую погоду, любую лодку, привезти всех заказанных, беспожвоночных или рыб. В общем, вот такой был удивительный человек. Вот, смотрите, он так и остался потом простым рабочим, который работал в Дальних Зеленцах. Евгению Михайловичу пишет ему письмо. Дорогие Коля и Женя. Женя – это его жена. Все письмо пропитано невероятной теплотой и ностальгией по тем годам на Мурманской станции. Старых мурманских друзей в живых осталось не очень много. Прежде всего, поздравляю вас с Анастасией Новым Годом. Желаю вам здоровья. Будет здоровья, будут и озера, и рыбалка, и охота. Я еще работаю, хотя у меня штук не 75. А Евгений Михайлович вовремя – академик, секретарь, директор института, герой социалистического труда. Вот, понимаете, вот он пишет письмо человеку, которого он не видел 40 лет, рабочему в биостанте. Я был бы рад очень получить от вас в веточку. Напишите, напишите письмо, прилагает свой адрес. Ну вот, собственно говоря, это все, что я вам хотела рассказать. Последнее, самое последнее. Я хочу сказать о том, какие электронные ресурсы, может быть, кому-то это будет интересно. Электронная библиотека Кольский Север. Вы знаете, я просто преклоняю голову предыдущими людьми. Видимо, после закрытия Мурманской станции библиотека в большой части попала в Мурманский краеведческий музей. Они оцифровали труды станции. Вот на этом портале находится очень много оцифрованных материалов об истории края и в том числе об истории Мурманской биологической станции. Но вот некоторые другие. И вот хочу выделить еще вот этот сайт Литарина на Литарале. История биостанции Белого и Баренцева моря. Сделала его такая Александра Горяшко, москвичка, которая работала в Кандалакском заповеднике и сейчас живет в Кандалакше. Там собран вообще поразительный материал по всем биологическим станциям. Там и Картиш, и станция Ленинградского университета, и Соловецкая станция, и вот это. И многие-многие фотографии, которые я вам показывала, я использовала вот с этого портала, получив разрешение у хозяйки этого ресурса. Ну, и некоторые другие. И самое последнее еще, что я хочу сказать, вот то, о чем уже говорил Михаил Леонидович, что, вы знаете, вот мне кажется, что все самое лучшее, что есть в нашем институте, все самое ценное, то, что мы можем здесь легко дышать, то, что мы можем здесь свободно высказывать свое мнение, то, что у нас в институте царит атмосфера взаимопомощи, доброжелательности. Все это, мне кажется, привнесено старшим поколениям. Это не берется ниоткуда, и не возникает самозабвусть. Это я, как бы, говорю для молодежи, думаю, что старшее поколение меня поддержит. И это, конечно, не только Евгений Михайлович, это, естественно, Леона Борисовича Рыбеля, но это и многие другие ученые, которые замечательные, которые работают в нашем институте. Это и Мехишон, Генецинский, Лепшон, Война-Исенецкий, Брестин и многие-многие другие. Давайте пусть каждый вспомнит своего учителя. Спасибо всем за внимание. Спасибо большое, Ирина Германовна. Ирина Германовна.